Его называют черным. В понедельник 9 марта на фондовых рынках рухнули цены на нефть, а соответственно заметно вырос доллар. На сегодняшний день в банках Бурнаула стоимость этой иностранной валюты от 71 до 75 рублей. Как все это отразится на простых людях? Поддорожает ли техника и станет ли дешевле бензин? Об этом поговорим с Вячеславом Беляевым, экспертом по маркетингу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот уже можно предположить, на что цены резко возрастут? Ну прошло буквально 2-3 дня, так нечестно, сразу так быстро предполагать и давать какие-то конкретные прогнозы. Лучше сказать следующее. Из-за того, что произошло из-за коронавируса, из-за отказа от договоренностей с ОПЕК, сейчас рынки волатильны. Рынок нефти, зависящий от него рынок рубля к доллару. И на волатильных рынках любая новость, она может сильно повлиять и в ту, и в другую сторону на стоимость торгуемого продукта. Поэтому сейчас можно ожидать всего, что угодно. Конечно, выше шансы, что рубль и нефть, по крайней мере, не компенсируют того падения, которое было совершено. Может, еще чуть-чуть упадут, может, не будут. Но точно прогнозировать нельзя, и надо быть готовым к тому, что возможны приличных размеров колебания на этих рынках. Ну так или иначе, лучше все равно для простых людей уже не будет. Или есть еще надежды? То, что сейчас происходит, это краткосрочные колебания экономики. Они связаны с конкретными событиями. Когда эти события утихнут, эти колебания, они также будут компенсированы. Допустим, коронавирус, есть высокая вероятность, что летом закончится, как любое другое подобное вирусное заболевание. И, соответственно, производство в Китае возрастет, им понадобится больше нефти, особенно им понадобится сильно больше нефти. Они сейчас не производят, значит, должны производить больше, чтобы компенсировать падение производства весной. И это вернет все на место. Если говорить про ситуацию с ОПЕК, она более длительная. Раз мы начали ценовую войну, то она будет длиться некоторое время, она может полгода и год и больше длиться. И она будет снижать цены на нефть. Это и есть смысл для ценовой войны. Но, тем не менее, в какой-то момент она тоже закончится. Все придут к какому-то согласию и будут ограничивать поставки нефти, как это было с 2014 года. Так что все это может быть среднесрочные, но все-таки временные колебания. А есть общий тренд. А общий тренд такой, что на рынке нефти, от которой мы сильно зависим, производство увеличивается глобально, а потребление, оно либо стоит на месте, либо сокращается. И в итоге, если смотреть на какие-то прям длинные промежутки времени, там на 10 лет вперед, цена на нефть должна объективно постепенно падать. Что это означает для экономики России? Ну, я думаю, все понимают. Ну, для курса рубля, что это означает. Так или иначе, уже сегодня прочла, что бензин не подешевеет. И не должен. И не будет этого. Нельзя давать точных, вот каких-то таких твердых оценок. Я люблю использовать формулировку. Я очень удивлюсь, если бензин подешевеет. У этого есть объективная причина. Мы видим цены на бензин в рублях, а не в долларах. Если посмотреть на цену на бензин в долларах, то, ну, скорее всего, он уже подешевел в долларах. Понимаете, бензин, нефтепереработчик наш, российский, может продавать внутри страны, а может за пределы страны. И если ему выгоднее, получается, за пределы страны отдать по долларовой цене, зачем ему продавать внутри страны. Так что, скорее всего, рублевые цены, они будут на одном уровне, но при этом надо понимать, что долларовые цены, они даже при том, что рублевые на одном уровне остаются, они падают. Ну, я все хочу нашу с вами беседу в такой более, что называется, ближе к людям формат перевести. Что делать? Вот еще накануне в обменниках ажиотажа не было, и, в принципе, и кассиры говорили, что там очереди не выстраивались. Или все же стоит? Россия замечательная, мне кажется, в этом смысле страна. У нас кризисы такие частые, такие достаточно весомые, серьезные для экономики. То есть пора бы уже привыкнуть? Все уже правильно себя ведут. То есть по-настоящему отсутствие очередей в обменниках для меня это знак, что у нас общество намного более финансово грамотное. То есть может нечего менять. Возможно и это, но это больше, как сказать, некоторым из наших людей все еще есть, что меняется на доллары. И очереди могли бы, конечно, быть. То, что их нет, это какая-то финансовая зрелость для меня. По-настоящему, когда начинается вот такая нестабильность, какой-то кризис, даже если он краткосрочный, надо понимать, что кризис это, в первую очередь, вот эта самая волатильность, это резкая реакция рынка на любые новости. И, значит, с валютой может произойти все, что угодно. И, соответственно, вот прямо сейчас бежать и менять, это нерационально, потому что ты не знаешь, выиграешь это или проиграешь. Все, что нужно было сделать для того, чтобы подготовиться к кризису, нужно было делать до кризиса. А в процессе кризиса надо примерно жить, как ты жил. Уж смириться с тем, что ты что-то потерял, порадоваться, если что-то приобрел внезапно. Но в процессе кризиса очень сложно рационально как-то управлять своими активами. Ну, еще несколько лет назад мы с вами помним, когда, в частности, в Барнаулу жители Казахстана к нам активно ринулись, искупали с полок все, что видели, и технику, и автомобили. Вот подобное произойдет? Тогда это было связано с тем, что наш Центробанк сразу и очень громко заявил, что держать курс валют не будут. Все услышали это заявление и действовали, соответственно, ему. Все понимали, что рубль будет падать, все активно продавали рубли, от этого рубль еще сильнее падал. В общем, у нас получилось, что да, рубль быстрый и резко падал, но при этом мы не транжирили резервы золотовалютные, например, которые могли уйти на стабилизацию курса. А Казахстан долгое время держал свою валюту. По-настоящему их экономика тоже очень сильно зависит от нефти. Снижение стоимости нефти в 2014 году должно было привести к падению курса тенге относительно доллара, но они держали валюту. И в этот момент люди абсолютно правильно поняли, что это прекрасная возможность в России купить дешево, обменивая, грубо говоря, тенге на рубли. Пока такая лафа есть. Как только золотовалютные резервы в Казахстане начали заканчиваться, они отпустили курс тенге, он сразу резко рухнул относительно доллара. Там за несколько дней прям очень сильное, более сильное, чем в России было падение. И все стало на круги своя. Сейчас, опять же, вот говорить, поедут они к нам или нет, можно только зная, как себя будет вести Центробанк Казахстана. Если они опять будут держать валюту, да, теоретически возможно, что у нас будет некое падение, а у них не будет. Но с другой стороны, все такие игры возможны только при очень резком падении валюты. То есть тогда валюта с сентября по декабрь упала в два раза, ну рубль я имею в виду, упала в два раза. То есть если сейчас с 60 до 120 рубль упадет за один доллар, вот тогда, наверное, казахам имеет смысл сюда ехать. Пока падение с 60 до 70, это просто невыгодно. Как вы думаете, пределы роста какие? Вот прогнозируют, что и до сотни за один доллар придется отдавать. Это если будут еще негативные новости приходить разного характера. Усиление коронавируса, резкое, допустим, ослабление китайской экономики или, например, китайская экономика входит в кризис. И из-за коронавируса, и из-за каких-то накопившихся экономических, теоретически такое возможно. Если новостной фон останется таким, какой он есть сейчас, каких-то резких колебаний рубля не должно быть. То есть сейчас объективно в реальной экономике нет причин, по которым рубль должен резко падать относительно доллара. Но предсказывать, что там будет с этими новостями глобальными, я не могу, да и никто не может. То есть на сегодняшний день, в общем, можно только предположить. Конечно, конечно. Причем я говорю, можно предполагать абсолютно все, вот монетку подкидывать. Это вот тот уровень, у вас будет тот же уровень шансов правильно угадать, как если вы будете слушать умных экономистов. Ну и получается, если говорить о стоимости, увеличении стоимости всевозможных товаров, то в принципе ее тоже не стоит ждать. Вот прям сегодня, ведь какие-то запасы сохранились, закупок по прежним ценам. Или продавцы сейчас сыграют на свою руку? Это вполне возможно. Может, и такой случится. То есть ситуация какая? Есть рынки, на которых сильная конкуренция. И на этих рынках поднимать цену, когда другие не поднимают, опасно для объемов продаж. И там продавцы не будут поднимать, пока есть возможность не поднимать. Если на рынках ситуация менее конкурентная, допустим, там 3-4 крупных игрока, которые могут между собой согласовать позицию. Вот не 300-400 магазинов продает один продукт или там несколько тысяч магазинов, а 3-4 игрока крупных. Тогда там возможен ценовой сговор, и они могут там пораньше поднять цены. Цены, скорее всего, на те товары, которые мы покупаем из-за рубежа, они, конечно, вырастут. У нас уже курс упал. И вот на эти проценты, на которые курс упал, цены вырастут. Действительно, на разных рынках они вырастут на разный размер и с разной, что ли, скоростью. Если товар такой, который хранить невозможно, его надо купить и продать, на них цены быстрее вырастут. Если товар подлежит хранению и не устаревает морально, пока его хранят, на него цены могут довольно долго оставаться на этом уровне, пока есть эти самые складские запасы. Мне кажется, заметно потеряют или уже потеряли турагентство. Они, да, и они всегда сильные в силу. Опять же, турагентство, ну, туристический рынок, он, туристский, правильно, он высококонкурентен. На высококонкурентных рынках большой маржи не бывает. Они и так работают, ну, так, с не очень большой долей прибыли. И ситуация, когда у тебя издержки вырастают, это остаешься на той же цене, но это работа в убыток. Так, был бы я турагентом, я бы лучше там фирму на клюшку закрыл, чем пытаться оставаться в рынке, который непонятно, когда снова станет прибыльным. Вот буквально накануне мои коллеги столкнулись с такой ситуацией, сегодня улетать, а нигде не могли выгодно приобрести доллары. Их, в принципе, во многих банках не продавали. С чем вот это связано? Это вот как раз, видимо, был момент сразу после резкого колебания. У нас очень часто почему-то резкие новости, которые повлияют на экономику, выходят в тот момент, когда идут подряд несколько выходных. Либо два, либо три, как сейчас. И получается, что на биржах накапливается некий хаос. Мы в России видим, что там зарубежные биржи штормят, а сами ничего сделать не можем, продать не можем, купить не можем, потому что биржи не работают в данный конкретный момент. И когда биржи открываются, все радостно пытаются что-то с этим сделать. Как-то на этом сыграть. И в тот день, ну, допустим, для нас это вторник был вчера. В тот день, когда биржи открываются, конечно, никто не знает, что делать. Вот я банк. Продавать валюту населению или не продавать, или немножко притормозить. Да черт его знает, надо сначала разобраться. И еще тут влияет очень простая вещь. Мы в Барнауле на 4 часа живем в другом времени, чем Москва. Когда Москва просыпается в 8 утра, значит, до 12 часов дня по Барнаулу все просто не знают, что можно делать и что нельзя. Из Москвы, ну, грубо говоря, команда еще не пришла. У каждого конкретного банка и так далее. Так, и все же я понимаю, что, в принципе, эфирное время не ограничено, и нужно какой-то итог подводить. Мы не даем прогнозов, но если предположить, вот какое будет дальнейшее развитие событий. Вот, в частности, вы. Как смотрите на эту ситуацию? Спокойный, размеренный, привычный образ жизни или все же какая-то паника, в принципе, присутствует? Волнение там в завтрашнем дне, неуверенность и так далее? Краткосрочная паника какая-то будет. Я не думаю, что она какая-то длительная. Люди давно не были в кризисе, надо вот срочно побывать в этом психологическом состоянии. Конечно, оно же такое привычное для нас, да. И тут внезапно долго кризисов каких-то резких таких не было. Давайте поиграем в это. Но на длительный срок я не ожидаю резкого ухудшения. У меня просто, я не знаю, пессимизмом это назвать или нет, я считаю, что да, в экономике России хороших новостей ждать еще лет 10-20 не стоит. У нас нет объективных причин для того, чтобы экономика как-то росла, развивалась, чтобы люди богаче жили. Я в этом пессимизме очень удобно живу, и как бы просто достаточно часто возникают ситуации, когда оказывается, что этот пессимизм правильный. Просто с этой мыслью свыклись. Да, я не надеюсь на то, что там в целом россияне будут жить богаче. Как бы ни печально это ни звучало, но с точки зрения какой-то такой долгосрочных периодов и длительной экономики, факторов, которые объяснят, как Россия станет богаче, их меньше, чем факторов, которые объяснят, как Россия станет беднее. Вот на этой грустной ноте мы с вами заканчиваем наше интервью. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо.